Как оставаться интересной самой себе, другим людям, им, мужчинам? Вам кажется, что вы не очень оценены, что вам сели на шею, что вы очень много вкладываетесь, а благодарности нет. Вот вам сегодняшний эфир будет очень полезен, потому что он как раз про то, почему это происходит, и почему вот эта интересность и включенность в нас, в других людей, она проходит. Так вот... Ой, лис на голову. Девушки очень любите? Прикол. Консультация. Девушка у меня по скайпу. Она мне говорит про то, что отношения с парнем у нее как бы в одни роты такие. То есть она очень включена, она очень участвует, она ждет, когда он позвонит, а он в такой, знаете, в спокойной фазе, то есть он, в принципе, готов остаться друзьями. Вот. И она по этому поводу переживает. Я говорю, а что ты ощущаешь внутри себя? Она говорит, знаешь, Таня говорит, такая как будто бы серая тень, такой грустный человек такой. Как бы пустота такая в нем есть. Я говорю, а что это такое для тебя? Она говорит, ты знаешь, я все свои отрицательные эмоции складываю в себя, да? Вот всю боль свою, все обиды, вот все, что мне плохо, я это все коплю, и оно во мне, да? Я говорю, хорошо, а что ты показываешь другим людям, да? Вот ты сама ходишь вот с этой болью и пустотой. А что ты показываешь другим людям? И она говорит, ой, знаешь, такая я очень с лучиками в глазах, очень такая радостная, очень позитивная, очень ориентирована на интересы других. Я чувствую себя полноценной, радостной, когда всем остальным классно. То есть, понимаете, такая мать Тетереза получается. То есть, она все отдает и получает взамен, но очень мало. Ты же с этой болью ходишь, да? А как-то ты ее переживаешь? Она говорит, нет, я ее переживаю одна, я ее не показываю никому, да? Я только вот показываю вот этот вот светлый образ, да? Девушки, в чем опасность? Смотрите, да, у нас есть как бы темная наша часть и светлая. Это как день и ночь. Мы становимся интересными, полноценными, вкусными, да? И интересными для других людей и для себя в том числе, да? Когда мы принимаем в себе и боль, горе, слабость, и силу, красоту, вот этот свет, понимаете? Когда мы односторонние, мы являемся такими, как, знаете, плоскими. Пример, служебный роман. Помните фильм такой, да, был? Старинный советский, очень хороший, я его люблю. Помните, когда там она расплакалась и показала вот свою вот истинную боль? Это то, что она прятала всегда в себе. Что вы делаете? Вы что, плачете? В кабинет и говорите мне развлекаться. Перестаньте плакать, что вам по должности не положено плакать. Не ваше дело, не ваше дело решать, что мне положено, а что не положено. Она проявилась как человек, да, вот эту вот боль на свою показала. И тогда в главном герое вот этот тот клик возник, он в ней вдруг увидел женщину. Уверяю вас, я никак не хотел вас обидеть. Просто вы заплакали, и как будто вы нормальные. И это меня потрясло. И тут мне, кстати, еще один фильм вспомнился. Есть такой фильм «Поездка в Америку», где вот Леди Мерфи Принц, значит, общается со своей будущей супругой, которую ему приготовили. И вот, значит, он вот так вот разговаривает с ней в отдельной комнате, говорит, скажи мне, какую музыку любишь ты? Она говорит... Даже что и вам. Он говорит, да я знаю, какую я музыку люблю. Я знаю, что нравится мне. Я знаю, что ты тоже об этом знаешь, потому что тебя учили это знать. Но я хочу знать, что тебе нравится. Например, у тебя есть любимая еда? Да. Отлично. Какая же? Да, что нравится вам. И это неинтересно, потому что понятие получается, что он должен взаимодействовать сам с собой. То есть перед ним кто-то, кто полностью отражает его. Это неинтересно становится. Поэтому, когда мы прячем свои интересы и свою боль, и вот то, что в нас есть истинное, понимаете, может быть, свой протест, свои потребности какие-то, да, они, может быть, и не сильно удобные, но они наши, тогда мы становимся многогранными. И вот когда мы принимаем и боль свою, и свои потребности, и свои интересы, и начинаем это интегрировать и проявлять, вот тогда возникает интерес, тогда возникает глубина, понимаете? Тогда мы становимся интересны, и к нам приклеиваются люди. И это очень здорово. Поэтому, девушки, всем мы с вами что-то прячем. Нам хочется быть лучшими, всегда сильными, позитивными, идеальными. Девушки, когда нам страшно открываться, и мы очень сильно контрастны, у нас есть фасадная часть и своя внутренняя, это большая проблема, потому что мы как бы расчленили себя. И только интеграция дает вот это проникновение, только она дает ощущение нам, что я такая, я себя всю показываю. И тогда, когда это происходит, то, собственно говоря, весь мир к нам поворачивается. Если есть ощущение, что вы прячетесь, попробуйте принять свои стороны. И когда это происходит, вы ощущаете поддержку Вселенной, всех людей, которые есть вокруг вас. Прямо сейчас, под этим видео есть ссылка, переходите и скачивайте мою книгу, она бесплатная, книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной, и вам будет все ясно и понятно.